Закон Республики Беларусь об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности направлен на установление простых, понятных условий и стимулов для организации масштабирования своего дела, создания конкурентной среды между различными организационно-правовыми формами малого бизнеса. Также документ упорядочивает введение особого порядка перехода ИП в коммерческую организацию с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом. Товары, работы, услуги, денежные средства, имущественные права, иные активы, безвозмездно полученные коммерческой организацией при переходе к ней прав и обязанностей от индивидуального предпринимателя не включаются в состав нереализационных доходов этой коммерческой организации. Стоимость услуг, работ, материалов, оказанных, либо выполненных, переданных без взимания платы для коммерческой организации в связи с переходом к ней прав и обязанностей, не включается в состав нереализационных доходов такой коммерческой организации. Для цели исчисления налога на прибыль и при определении налоговой базы коммерческая организация должна учитывать поступившие суммы оплаты товара в работу услуг, а также имущественных прав, относящихся к деятельности индивидуального предприятия, права и обязанности которого перешли к этой организации, если при этом ИП не производилась уплата налога при УСН, единого налога с ИП или подоходного налога с физлиц. Такие суммы учитываются по мере поступления оплаты за товары, работы, услуги, имущественные права в случае поступления оплаты в течение текущего календарного года, либо на последнее число календарного года в иных случаях. Одновременно закон обязует индивидуальных предпринимателей представить декларацию по налогу, который он уплачивает, в срок не позднее даты предшествующей дате государственной регистрации организации. Такая декларация составляется за истекший налоговый период или за период с начала текущего налогового периода по день ее представления.